очагов тв представляет здравствуйте вот у меня вопрос такой к вам мы же с Украины наверное да вот я замечаю за последнее время народ Украины отворачивается от своего президента вы знаете в любой стране в которой превалируют все таки демократические ценности в любой стране народ хорошей части своей отворачивается от президента и выражает недовольство президентом это правда это только в России нет недовольных президентом знаете как еще раз повторю я уже много раз говорил чем Америка от России в этом плане отличается к примеру Америка любая развитая страна давайте Америка скажем тем что в России люди довольны президентом и недовольны жизнью по большому счету уже хреново живут а в Америке классно люди живут довольны жизнью но недовольны всегда властью, в частности президентом. Вот в чем разница. Так я вам скажу, в России живут и многие хорошо живут, так же, как в Америке есть хорошо живут и живут плохо. А пример в Америку не надо ставить. Я вот беру свой город Казань по инфраструктуре. Да, зарплата у них выше, я не спорю. Но по чистоте и по спокойствию любому городу США даст пору. Я могу брать пример у Финляндии, у Швеции. И там сейчас тоже не очень-то хорошо стало. Так что эти сказки по бассейнке. Потом, Путина, мне надо говорить, что все довольны. Во многом я его не поддерживаю. Это чушь собачья. Но я как заметил в вашей демократической стране, хотя там демократия и не пахнет, коррупция больше, чем у нас, это факт. Хотя у нас вот так вот, а у вас уж вот так. А откуда вы? Потом, мужчина, я еще не закончил. Не закончил. В вашей демократической стране. Давайте каждый факт оговорим. Давайте я закончу, я закончу. Вы наваливаете, наваливаете. Давайте я закончу. Давайте я закончу. Докончу. Два слова. Два слова. Два слова. Два слова. Дайте договорить. Давайте, ладно. У вас с каждым президентом, с каждым президентом, у вас демократически выбранными, с каждым президентом все хуже и хуже. А в этом виновата, оказывается, Россия. Вот, интерес все получается Кто вам сказал такую чушь? Всегда слышу Всегда От кого вы слышите? Всегда Всегда мужчина это так Я вам разве говорил, что Каждым президентам из-за России В Украине становится хуже Таких как вы Мало, которые не меняют А во всем меня всегда Россия Вы сейчас со мной разговариваете Понимаете Жириновский как говорил Вы сказали, что вы закончили А в этом виновата Россия Не кричите Вы сказали, что вы закончили Да, да, давайте С чего вы подгораете? Успокойтесь Смотрите, сколько раз вы были в Америке Давайте вернемся к нашему разговору Я и не собираюсь туда ехать Мне не нравится Америка Кстати, кстати, кстати Вы сотрудники, я финн по национальности Финн и мог в любой момент Ты сейчас могу уехать в Россию В любой момент Но я не жопушник Сколько раз вы были в Финляндии? Мои дети решили Меня научили Плохо в моей родине Хорошо Я должен здесь Сколько раз вы были в Финляндии? Я не был ни раз Я никуда не езжу Я не собираюсь Мне в России нравится Понимаете? А вы были где-нибудь За пределами России? Или СНГ? Чтобы поехать, надо Россию сначала объехать Понимаете? А как же вы тогда сравниваете Россию с другими странами? Если вы нигде не были и ничего не знаете, ничего не видели Мужчина, сейчас не надо ехать, интернет есть Я разговариваю с Германией, с немцами из Германии Я разговариваю с Финляндии, кто живет Ага И что, Мастова, Финны переезжают жить в Россию, да? Да никто не может Мастову переезжают Я об этом не говорил А то, что там становится немного потуже За поезд назад тягивает Это факт Так если в России лучше жить Почему в Россию не бегут из Финляндии? Как вы думаете? Кстати, очень много немцев переезжают в Россию Почему из Финляндии не бегут жить в Россию? Я эту статичку не смотрел Может быть Они тоже патриоты Кстати, финно-угорские народы самые патриотичные Почему из Финляндии? После евреев самые непостоянные – это славяне Почему из Финляндии не едут жить в Россию? Я же говорил, это самые патриотичные финно-угорские народы То есть вы считаете, что патриотизм человека заключается в том Что в каком бы залке он не жил, он в этом говне будет бороться Во-во-во-во Не захочет из говна переехать жить куда-нибудь в мед Ну ладно Хорошо, хорошо, давайте Вот вы и уехали Оставим свою страну Свою Украину Оставили Не говорите мне Да я что на вопрос ответять? Я понял, кто вы такой Вы можете спокойно ответить на мой вопрос Ну давайте, давайте Да, конечно, это моя страна Да, да, смотрите Реально ли вы считаете Мужчина Я в говне Можно я закончу вопрос? Можно я закончу? Да, да, конечно Реально ли вы считаете патриотизмом то, что человек, даже если у вас сравнивать говно, он ничего с этим не может поделать Он будет всю свою, гнобить свою жизнь и жить в этом дерьме И при этом имеет ли он право называться патриотом? Вы считаете это патриотизмом? Нет Я в говне не жил и не знаю, что бы в говне жить Вообще не представляю Россия это полное говно Кто вам сказал? Я вам говорю Как россиян Ты жил в России, живешь в России Я уже жених в России, конечно Ты убежал, знаешь, когда? Либо чиновникам был Либо налоги не платил И ты съебался Тихо, тихо Вы матом ругаетесь Вот, вот, это факт Матом не надо ругаться Не надо орать Люди, люди Мужчина, люди, которые приезжают в Россию не были 15-10 лет Они охреневают И говорят, да вам на него молиться надо Почему же люди массово из цивилизованных стран Сейчас не уезжают обратно в Россию? Как вы думаете, почему? Я не говорю, что я богато живу Но я живу в достатке Вы когда закончите, скажите мне, чтобы я мог задать вопрос Все, можно задать вам вопрос? Можно? Вот задаю Ни хрена не плохо Как вы думаете, почему тогда люди массово не бегут в Россию из цивилизованных стран? Жить не уезжают? Да будут массово, не массово А зачем массово должно быть? Кстати, украинцев очень много бегут Почему массово люди Почему люди массово убегают из России в другие страны жить? А из других стран цивилизованных, я имею ввиду Массово в Россию не едут Простой вопрос, ответьте, пожалуйста Я же говорю, массово украинцы, которые живут в Западной Европе Нет, не украинцы, мы сейчас говорим не про это, смотрите Я вам задал другой вопрос Если в России, по вашим словам, жить так хорошо То почему тогда из цивилизованных стран люди не бегут жить в Россию А наоборот, из России убегают жить цивилизованные страны? Ответьте на мой вопрос, пожалуйста Нет будущего У вас нет будущего, мужчина Вы можете ответить на мой вопрос? Нету Я же сказал, массово украинцы, массово приезжают в Германии Он не хочет на мой вопрос отвечать Смотрите, я вас не об украинцах спросил Я вас спросил, почему люди из России массово бегут жить в цивилизованные страны А при этом жители цивилизованных стран массово не убегают жить в России Вы можете ответить на мой вопрос или нет? Вы продали родину, убежали Вы думаете Ладно, подождем, пока он рот закроет Тогда скажу Когда будете готовы выслушать мой вопрос, скажите мне Готовы или нет? Вы готовы мой вопрос выслушать и на него ответить? Готовы или нет? Ну давайте, говорите Вот, смотрите, простой вопрос Не говорите одновременно со мной Я вам задам сейчас вопрос, а вы мне на него ответьте Не на какой-то свой вопрос, а на мой Можно? Мой вопрос звучит следующим образом Очень простой Почему люди из России массово убегают в цивилизованные страны В первую очередь А из цивилизованных стран массово не бегут жить в Россию? Как вы думаете, почему? Если в России так все классно Массово куда убежали? Когда бежали? Когда массово бежали? Из России? Когда массово бежали? Да, когда? Вам сказать, сколько за этот год уехало людей? Давайте Сколько сотен тысяч уехало за этот год? Да, давайте, давайте А давайте сейчас я открою интернет Секундочку Шестот тысяч Шестот тысяч Шестот тысяч Хорошо, так А сколько приехало из цивилизованных стран в Россию? И обратно возвращаются Это знаете, от чего убежали? От чего? Уши надолим, что их к навальному возьмут Вот эти сбежали И слава богу сбежали Нахрена не нужны? Понимаете? Такие люди вообще не будут А вы знаете, а я помню Ваша мобилизация вроде была в прошлом году А не в этом Так они уехали Так в этом году Гораздо меньше Многие возвращаются Даже Пугачёва вернулась И убежали, извините меня Сколько в этом году Люди Еврейская национальная Сколько в этом году уехала Россия? Слава богу Я не знаю Слава богу А давайте вместе посмотрим с вами Давайте посмотрим Давайте Я сейчас не поленюсь Смотрите, сейчас забьем Смотрите, сколько Сколько Россиян Эмигрировала Правильно Верировало В 2000 В 2023 году Правильно? Сейчас посмотрим Именно в 23-м году Иммиграция Так По данным В 2023-м году Уехало От 817 До 922 Тысячи Человек Уехало, да? Да Минус Сразу берите 137 тысяч Таджиков Которые Стали в армию Забирать И они Отказались от гражданства Бросили паспорта И уехали Какая разница? Учитывайте Это были граждане России Граждане России Большая разница Это граждане России Уехали Берите Убейте А отчего они уехали? Берите Вот кто убегает Слава Они уехали Они уехали От того, что там Так хорошо Им было жить Правильно я вас понимаю Или нет? От хорошей жизни Они уехали Или отчего? Как вы думаете? Уехали граждан Потому что Не хотят Служить родине Не хотят Их призывают Они бегут Ага Все-таки значит Вы в Израиле Попробуйте Вот вы приезжайте В Израиль Также служите А здесь Не хочу Я хочу только жить Зарабатывать Да, а почему А почему А почему Женщины бегут Из России? А женщины Замужьями? А почему Женщины Незамужние Бегут Из России? Кстати Если бегут Бегут То и возвращаются Вы А посмотрите Сколько въехало В Россию Давайте на 2023 год Смотрите Я вам сейчас Озвучил Я сейчас Озвучил вам Цифру Сколько людей Уехало Из России А А теперь Давайте Сколько Из цивилизованных Стран Приехало В Россию Людей Давайте посмотрим Сколько Въехало В Россию Сколько Из цивилизованных Стран Которых По вашим Словам Очень плохо Сейчас стало Житься Сколько Из цивилизованных Стран Убежали Жить В Россию Давайте Посмотрим Приеду домой И проверю Понимаешь У меня два компьютера Дома Я здесь просто Не хочу отключать Вы наберите Сколько Въехало Объехало Больше миллиона Идиот Больше миллиона Въехало Дебил Зачем вы меня Оскорбляете Иди нахуй Больше Он сгорел Блин Сгорел Полудур Вот я не сгорел Это ты сгорел Он начал ругаться матом Перешел на На оскорбление На личности Перешел Ну понятно Не ну вы видите Это орк Есть орк Естественно Орк Он И в Африке Орк Как вы понимаете На любую тему На которую Я бы с этими орками Не говорил Они всегда Жиденько обделываются А когда он Жиденько обделывается Он понимает Что он не прав Ему возразить нечего Он начинает Рассказывать Что у него Два компьютера дома Он начинает Рассказывать Еще какие то Сказки Ну и Естественно Он понимает Что он не тянет Разговор Поэтому он И обужил Вот так вот Два компьютера Так мы и назовем ролик Двухкомпьютерный Убежал Вот так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok